Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире программа «Реальный сектор. Время перемен» и ваши ведущие Алексей Безденежных и Светлана Соловых. Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в гостях вице-президент по финансам и инвестициям Сегежи Групп Николай Пожидаев. Здравствуйте, Николай! Здравствуйте! Насколько мы знаем, Министерство промышленности и торговли РФ разрабатывает новую стратегию развития лесопромышленного комплекса. Здесь очень любопытно узнать, как так называемый лесной кодекс скажется на отрасли в целом и на деятельности вашей компании, как лидера этой индустрии в частности, Николай. Наши ожидания от той работы, которую проводит сейчас Министерство, заключаются в том, что Министерство в значительной степени изучит тот опыт, который есть у игроков отрасли, который они накопили за последние 10-15 лет. И, соответственно, весь этот опыт применит, учтет в разрабатываемом документе. Мы надеемся и мы видим, что нас слышат, что процесс разработки стратегии построен таким образом, что, да, Министерство слышит. Мы участвуем и как эксперты компании Сегежи, наши конкуренты и партнеры участвуют в различных группах, которые призваны сформировать определенные позиции, определенные мнения, которые будут учтены в стратегии. Кроме того, мы ожидаем, что данной стратегии государство само по себе сформирует свои цели в области лесопользования, в области лесной политики, в области остальных переделов, в которых мы ведем свой бизнес, да, и чтобы мы разговаривали, скажем так, с государством на одном языке. То есть такой долгосрочный стратегический документ, который там на 15, на 20, на 30 лет, с учетом воспроизводства, да, получается? Да, да, который определит основные правила игры и основные приоритеты развития этого отрасли, да. То есть государство серьезно озадачилось, да, как бы, учился в долгосрочном? Да, в последнее время очень чувствуем и ощущаем серьезный интерес государства. Насколько мы понимаем, государство заинтересовано в росте этой отрасли, причем называются цифры, там, 50% роста отрасли. То есть это достаточно значительные цифры и интерес значительный. Какие проблемы существуют вот в ЛПК, да, в лесопромышленном комплексе? И я так понимаю, что там это как раз часть того, почему и начался-то, наверное, создаваться этот стратегический документ, да, и почему государство стало более активно вовлекаться. Вот что сейчас у нас в отрасли? Действительно ли с лесом в стране напряженка, как иногда принято говорить? Ну, Россия богатая лесом страна, да, это один из основных природных ресурсов, которые есть в стране. Вот, и одна из основных проблем является то, что регулирование деятельности в этой промышленности, оно не менялось уже достаточно продолжительный период времени. И, соответственно, мы очень приветствуем то, что государство смотрит на лучшие практики, смотрит на мнение экспертов и сделает или планирует сделать какие-то изменения именно в области, как лесопользование, как экологических аспектов использования леса, как экологических аспектов переделов глубоких леса, как в домостроении, в высотном домостроении, например. То есть мы ожидаем, что данная стратегия как раз будет таким серьезным толчком в развитии всех вот этих направлений. Мне хочется процитировать президента группы компаний Сегежа, Камиля Закирова, который на одной из недавних конференций заявил о том, что в вашей компании новый этап развития бизнеса. Мне даже хочется зачитать фразу, собственно, из его уст сказанную, что группа компаний находится в фазе стабильного роста, но бизнес надо выводить на новый структурный уровень. Что из себя будет представлять этот новый структурный уровень, и, соответственно, что это даст в дальнейшем отрасли в целом? Да, но для компании конкретно это означает, что фаза такого базового восстановления компании уже прошла, компания стоит на ногах, она является и крупным игроком, и на рынке, где продает свою продукцию, она также и на финансовом рынке, как финансовый директор, могу сказать, обрела уже свою позицию. А дальнейшее развитие, структурное развитие, это развитие как в ресурсе, мы становимся более экологичными, мы становимся более ответственными за использование ресурсов, мы используем другие подходы в использовании лесного ресурса, мы стараемся работать с возобновлением, с искусственным возобновлением, мы вкладываем значительные деньги для лесовосстановления. Так и в продуктовой структуре, мы начинаем выпускать более сложный и более уникальный продукт, то есть, несмотря на то, что дерево кажется достаточно простым продуктом, на самом деле, наши последние, скажем так, веяния, это многоэтажное домостроение, которое мы планируем развивать в России, и, например, умная упаковка, то есть, значительно большая часть бизнеса Сегежи, это производство мешка, различных видов упаковки из бумаги, так вот, сейчас мы уже запускаем пилотный проект по умному мешку. Давайте, кстати, здесь тогда напомним, собственно, основной спектр деятельности вашей компании, действительно. Да, компания в своей структуре имеет пять основных бизнес-направлений. Первое направление – это лесные ресурсы, оно отвечает за использование, за восстановление, за эксплуатацию леса. Второй большой передел, наверное, ключевой передел для компании – это бумага и упаковка, это два целлюлозно-бумажных комбината в Карелии и в Вологодской области, которые выпускают бумагу преимущественно упаковочную. И, соответственно, у нас есть разветвленная сеть заводов, которые из этой бумаги производят мешок различного вида упаковки и мешка. Третий вид – это фанеры и плиты. У нас на сегодняшний день действует фанерный комбинат в Кирове, сейчас мы удваиваем его мощности и рассматриваем проекты еще по строительству еще двух, как минимум, комбинатов. Следующий передел – это деревообработка, в основном это для спиления, то есть мы делаем доску различных видов. И последний передел – это домостроение. Мы крупный игрок на российском рынке. Новый этап развития компании, как вы для себя видите, это будет органичный рост, так же, когда вы строите новые заводы, расширяете существующие мощности, или вы не исключаете приобретение новых и, соответственно, покупку действующих предприятий, бизнесов, компаний. Я бы сказал, что это будет комбинация. Даже я бы добавил еще сюда третий фактор, который в компании сейчас уже имеет место быть – это собственные разработки. То есть мы формируем нашу R&D-политику, R&D-центры и планируем очень плотно заниматься собственными разработками. Потому что одно из ключевых стратегических вещей для нас – понять нашего конечного клиента. То есть наш конечный клиент, мы считаем, что это не цементный завод, на котором мы поставляем мешок. Это тот человек, который потом мешок, потом порвет. Соответственно, мы хотим понять, что ему важно и какие потребительские качества должны быть у нашей упаковки для того, чтобы удовлетворенность клиента была. То есть даже в таком сложном бизнесе, который завязан на ресурсную составляющую, получается взгляд идет от клиента. То, что нужно к конечному клиенту, как он открывает, разрывает, использует. Конечно. То есть мы хотим говорить не о том, что мы B2B, а мы B2B, B2C. Что-то такая длинная формула. Насколько конкуренция жесткая на рынке? Как среди, может быть, отечественных игроков? И сколько их? И насколько жесткий рынок международный? Потому что понятно, что рядом Финляндия, рядом Германия, Италия. И может быть еще ряд игроков и стран, которые тоже выступают на этом рынке. В России по многим параметрам мы номер один. Например, мы самый крупный производитель упаковки, бумажной упаковки в России. Больше 50% рынка занимает наша сегирская упаковка. Соответственно, в Европе мы по этому показателю номер два. В Европе у нас есть 8 заводов в разных странах Европы. То есть это не только экспорт, это свое производство в Европейском Союзе? Да. То есть мы туда поставляем сырье в виде нашей же бумаги, из которой мы там конвертируем в пакет или в мешок. Соответственно, на европейском рынке мы номер два. Мы также с точки зрения поставки бумаги, именно вот самой бумаги, мы тоже занимаем лидирующие позиции уже прямо в мире. Мы присутствуем в более чем 80 странах мира. География поставок очень большая. И как мы это поддерживать собираемся? Ну, в прошлом году мы уже ввели завод в Ростове, который производит упаковку. В этом году мы вводим два новых больших объекта. Первый объект даст нам удвоение наших мощностей по фанере. Мы будем догонять лидера. Мы пока по фанере номер два, с точки зрения российских производителей. Значит, по бумаге мы вводим в Сегеже новую бумагоделательную машину. Это без преувеличения самая новая и самая лучшая машина, которая есть в стране. Она позволит нам увеличиться на треть в наших объемах производства и продажи. Вот смотрите, когда мы говорим о том, что какая-то компания является лидером, это, конечно, серьезные громкие слова, такое хорошее заявление. В данном случае не буду говорить, как известный персонаж, не верю. Я как раз таки верю и знаю. Но здесь, собственно, к вам, как к руководителю финансового блока, направление тогда вопрос. Николай, несколько экономических показателей хочется услышать. Вообще, сколько вы вложили, например, в 2016 году и какие цифры прозвучат в 2017 году? Ну, вот в 2016 году мы стартовали с двумя крупными проектами и совокупно с 2016-2017 году наши инвестиции достигнут порядка 40 миллиардов рублей. Насколько жесткая конкуренция, например, с пластиковой упаковкой? Потому что так все интересно, меняется ли предпочтение потребителей? Потому что, действительно, на мой взгляд, в последнее время все более и более активно на рынке заходит и в обиход именно бумажная упаковка. Понятно, что есть экологические какие-то еще моменты. Насколько рынок меняется или рынок просто растет, потому что увеличивается потребление? На самом деле, оба фактора имеют значение. Но вот первый фактор, о котором вы сказали, он наиболее значительный. То есть, потребитель стал более смотреть за качеством того, что он приобретает. Он стал более разборчивым. И, соответственно, вопросы экологии в мире, они приобрели больший вес. И поэтому мы чувствуем это на спросе своей продукции. То есть, несмотря на то, что в некоторых регионах бумажная упаковка может быть дороже, чем пластиковая или полиэтиленовая, спрос стабильно растущий. То есть, фокус смещается в бумажную упаковку. Да. Простой пример. В плюс-минус 50 странах есть уже прямой запрет на использование полиэтиленовой пластиковой упаковки. Николай, прервемся на короткую рекламную паузу и продолжим нашу интересную дискуссию. Уважаемые телезрители, вернемся через несколько секунд. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире программа «Реальный сектор. Время перемен» и ваши ведущие Алексей Безденежных и Светлана Соловых. Продолжаем нашу дискуссию. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас в гостях вице-президент по финансам и инвестициям группы компании «Сегежа» Николай Пожедаев. Николай, еще раз добрый день. Не так давно прошла информация о том, что в 2018 году вы планируете построить еще один завод, если я не путаю, по-моему, в Вологодской области. Завод по производству CLT-панелей. Что-то невероятное, что-то новое. Мы с Алексеем поизучали это направление, этот рынок, и оказалось, что его по факту не существует. Что за этим стоит и почему решили выйти на такой уровень развития компании? Что такое CLT-панели и в чем заключается смысл этого направления? Это направление многоэтажного домостроения из дерева. В мире на сегодняшний день строятся небоскребы из дерева. Это многоэтажные, 30-40-этажные здания из дерева, соответственно, экологически чистые и очень конкурентные по цене со строительством монолитных или железобетонных конструкций. Почему этого рынка нет? Этого рынка нет на сегодняшний день в России. Действительно нет, да? Да, его действительно нет. Его нет в силу того, что нынешние нормы, установленные для деревянного домостроительства в России, не предполагают строительство выше трех этажей. Соответственно, для нас это большой вызов, как вообще запустить эту технологию в стране, так и способствовать изменению нормативов, действующих в стране, которые позволили бы строить в России дома гораздо больше этажности, чем трехэтажные. Деревянные. Деревянные, да. И вот по вашим оценкам, это может быть востребовано в России с учетом климатических особенностей или условий, да? Абсолютно. И с учетом именно, может быть, потребительских предпочтений. Потому что, как бы, ну не секрет, что все равно восприятие, что дом – это камень, это бетон, это кирпич, это какая-то панель, да, и тут получается дерево. То есть эти все вещи вы рассчитывали, да? И пришли к пониманию, что абсолютно этот проект может быть реализован с высокой долей в успешности. Обязательно, конечно. Ну, во-первых, кластер домостроения из дерева в России все равно существует, хоть и низкоэтажного, но существует, и он имеет своего клиента. Во-вторых, сегодня у клиента, который хочет купить квартиру в многоэтажном доме, у него просто нет выбора. Соответственно, то, что мы предлагаем, это просто, скажем так, создание новой ниши на рынке, да, которая точно найдет своего клиента. Как я уже говорил раньше, клиент стал более разборчивым, он просит более экологичные продукты, и, соответственно, мы абсолютно понимаем, мы уверены, что мы своего клиента в домостроении деревянном найдем. К тому же в информационном поле, наверняка, вы это видели, и знаете, уже прошла информация, что руководитель Минпрома, господин Мантуров, уже выступал с темой многоэтажного строительства. Помимо европейского вашего присутствия, да, где есть, соответственно, там заводы, которые перерабатывают уже непосредственно на месте продукцию, и рынков сбыта, куда, я так понимаю, идет как раз премиальная фанера, да, на мебельные фабрики, а какие еще рынки для вас важные, стратегические, да, и на которые вы смотрите там с прицелом 5-10 лет? То есть, где еще может быть присутствие компаний, корпораций? Для нас интересны направления американские. Северная Америка, Южная Америка. В Южной Америке мы уже начали, скажем так, работать. Мексика у нас появилась в портфеле. И второй большой кластер, наверное, более важный, это Азия, Юго-Восточная Азия, Китай, Малайзия, Индонезия. Значит, там, опять же, в нашем понимании клиент, есть клиент для нашей продукции, клиент, который привык, скажем так, строить, используя мелкую тару, да, мелкую упаковку, чем там какими-то большими машинами. Соответственно, мы считаем и очень серьезно развиваем это направление. Юго-Восточная Азия. Да, Юго-Восточная Азия. Ну, кстати, на Китае хотелось бы немножко подробнее остановиться. Николай, это с Алексеем одна из наших любимых тем. Насколько мы знаем, в феврале этого года ваша компания вошла в Российско-Китайский деловой совет. Многие ваши коллеги из других отраслей экономики говорят, что это сейчас одно из самых интересных направлений в бизнесе. Да, это так. И для нашей промышленности в том числе. На самом деле, участие в этом совете – это, скажем так, не первый шаг. Первым шагом реализации нашей стратегии в присутствии на китайском рынке была покупка одного из крупнейших или самого крупного предприятия по лесопилению лессибирского ЛДК номер один, который для нас является… Это в каком регионе? Это Красноярский край. Красноярский? Да. Который является для нас стартовой площадкой для наших проектов. На сегодняшний день мы активно занимаемся проектом строительства целевожного бумажного комбината в Красноярском крае на базе нашего уже купленного предприятия. Мы на сегодняшний день подписали соглашение о намерениях с компанией СМСЭ. Это очень крупный производитель оборудования и потребитель целлюлозы в Китае, который имеет и свои перерабатывающие мощности. Китай – очень крупный потребитель, который испытывает постоянный дефицит в целлюлозе. То есть, вашу инициативу зайти на их рынок они восприняли положительно. Вас там ждали и с вами хотят работать. Потому что не всегда так происходит. Достаточно сложно заходить на рынок. Любопытно, каким обаянием… Продукция действительно жизненно необходима для Китая, для рынка. Китай на самом деле очень дефицитная страна с точки зрения леса, поэтому им очень нужно сотрудничество с такой страной, как Россия, в которой лесной ресурс является очень богатым. Получается, что Красноярск – это для вас некое логистическое движение, для плацдарм, для долгосрочного развития и проникновения на китайский рынок. Именно так. Очень удобная площадка, где сосредоточено большое количество ресурса лесного. И, соответственно, где в настоящий момент пока нет никаких серьезных перерабатывающих, по-моему, глубокой переработки. И мы надеемся стать первыми. Европейские, американские заказчики в Восточной Азии, насколько они требовательны, разборчивы, где-то придирчивы? И как это влияет на ваши технологии? Вы их адаптируете, вы их перестраиваете с учетом специфики? Насколько вот эта серьезная работа и постоянно требует мониторинга и отслеживания? То есть и регулирования, и предпочтений, и, может быть, даже трендов и моды? Клиент требовательный очень. Предпочтение клиента меняется. Конечно же, мы это отслеживаем. Для примера, если раньше клиенту нужно было, чтобы мешок был надежным, толстым, не рвался ни при каких обстоятельствах, то сегодня клиент хочет дешевый мешок. Дешевый мешок приводит к тому, что нужно уменьшать количество слоев бумаги. И это, соответственно, повышает требования к самой бумаге, чтобы он остался таким же крепким, но дешевле. Соответственно, на Сегежском ЦБК мы производим так называемую микрокурбированную бумагу. Это одно из наших конкурентных преимуществ на рынке. Это бумага, которая производится по особой технологии, которая является гораздо более крепкой по сравнению с той бумагой, которую большинство наших конкурентов выпускает. Не могу не спросить о том, что будет с лесом лет через 20, через 100, через 150. Наверняка, Николай, не раз вы слышали в свой адрес, где-то упреки, где-то действительно вопросы. Лес-то вырубается. Его много, но не так много, чтобы настолько часто его употреблять. Настолько много его употреблять. Да еще и в Китай, не только в Китай отправлять. Вот что здесь скажете и как со всем этим быть? На самом деле мы являемся очень ответственными в этом отношении компанией. Мы тратим порядка 200 миллионов рублей в год на лесовосстановление, прямо на целевые мероприятия по лесовосстановлению. И мало того, сейчас мы планируем заниматься прям селективными методами. То есть разработкой вот этих методов и внедрением их в нашей лесной промышленности. Дело в том, что внедрение подобных методов, например, в Европе, оно дает существенное улучшение и качества леса, и оборачиваемости леса, и плотности леса на площади. То есть оно и полезно с точки зрения экологии, и более эффективно с точки зрения экономики разработок. То есть вы лес вырубаете, но вы лес сажаете. То есть компенсация происходит, и мы можем здесь спать спокойно, что в принципе без леса, без нашей красивой русской природы мы точно не останемся. Прошла также информация о том, и заявлялось, что компания планировала выйти на IPO. Насколько планы сохраняются, и есть ли в этом до сих пор необходимость? Планы сохраняются. Наш акционер видит в IPO очень эффективные элементы, как оценки своих собственных активов, которыми является компания Сегежа, так и эффективным способом монетизации актива. Поэтому планы по IPO никуда не делись. Мы проводим все необходимые мероприятия для того, чтобы подготовиться к этому, как структурирование внутренних процессов, развитие внутренних процессов в компании, переоснащение, модернизацию, чтобы мы могли показать инвестору потенциальному, потому что компания Сегежа – это та компания, в которую стоит вложить деньги. Вы, как финансист, как оцениваете, что даст с финансовой точки зрения выход на IPO? Для меня, как для финансового директора, внутри компании IPO и удачный выход на IPO – это, в первую очередь, показатель стабильности компании. Мы сможем лучше привлекать финансовые и кредитные ресурсы. То есть, это же удешевление, получается, сразу финансирование. Конечно, да. С точки зрения рынка и акционера, это все-таки показатель того, что акционер правильно инвестировал деньги, создал правильные предпосылки для развития компании. И компания использовала все свои шансы для того, чтобы развиться и получить достойную оценку на рынке. Николай, в завершении нашей сегодняшней программы не могу не спросить о личном. В прошлом вы нефтяник. Что из той деятельности, из деятельности предыдущей вам помогает в работе нынешней? И есть ли какие-то параллельные моменты? Или, напротив, это сектора, которые кардинально не пересекаются между собой, и адаптироваться было непросто? Ну, вы знаете, вот самая большая, самая, наверное, сильная помощь – это такая ментальная помощь. Дело в том, что нефть, она где-то там, ее даже не видно, и до нее никак не пощупаешь. А лес – вот он, и там комбинат, он вот, он стоит, он строится вверх. За нефтью надо строить вниз. Поэтому вот очень помогает предыдущий опыт – это то, что все получится. Спасибо вам большое за нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, и мы напоминаем, в эфире была программа «Реальный сектор. Время перемен» и ваши ведущие Алексей Безденежных и Светлана Соловых. До скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова